Вот такой у нас сегодня мокрый снегопад. Всем доброе утро! Влог номер 25 и начинаем его с распаковки адвент-календаря. Прям печально смотреть на мой адвент-календарь, истерзанный весь. Так, сегодня у нас 25-е. Так, что ж такое? По-варварски. Открываю. Так, тут снова шкалочка со злаками. Это мне нравится. Вот такая погодка. Мокрый снег весь день налип. А я еду краситься. К Новому году нужно быть красивой. О, все, вот я покрасила корни. К Новому году мой блонд готов. Так, и я решила сейчас заехать в гипермаркет, купить что-нибудь к новогоднему столу. Потому что на неделе, я не знаю, как же мне это можно будет сделать. Нужно купить хоть что-нибудь. Я еще совсем не определилась с блюдами, которые я буду готовить или не готовить. Короче, сейчас буду ходить, ловить вдохновение. Вот. Короче, нужно, чтобы хоть что-то было на другом столе. Ой, слушайте, так-то дома у меня еще и елка не наряжена. Я там нарядила только огоньки. Хотелось бы какие-нибудь игрушки, желательно в одном цвете. Вот. Заехала к маме. Забрала игрушки там, какие есть. Но что-то пока я вдохновение не поймала. Я хотела в другом цвете. Забрала от мамы бело-красные игрушки. Но что-то я не знаю. Они все разнобойные. Короче, надо найти мне какой-нибудь классный набор игрушек. Смотрите, какая царская упаковка ананасов в магните. Прям в супер-коробе. Все, скупилась я. Взяла на, конечно-таки, елочные игрушки. Ой, боже. Целый пакет еды. Не знаю, как я допру его. Но теперь я спокойна. Мой новогодний стол не будет пустовать. Новогоднее настроение присутствует. Сейчас вам покажу в своей покупке, что я купила на новогодний стол. Первое, что мне попалось в моем пакете, это кетчуп Хайнс для гриля и шашлыка. Я хочу на Новый год сделать шашлык, замариновать и приготовить его в духовке. Я уже один раз так делала шашлык. Было очень вкусно. Вот, сейчас хочу еще раз попробовать немножко по новому рецепту. И вот для шашлыка кетчуп. Я купила огромный пакет картофеля. Это тоже будет у меня гарнир к шашлыку. Также запеку его дольками в духовке. Без оливье и без майонеза. Купила горошек. Кстати, обсмотрела там почти все банки. Еле нашла горошек, чтобы был нормальный, из мозговых сортов. Везде там какая-то ерунда написана. Ну, мне удалось найти хороший горошек. Кстати, сегодня вообще очень классно было в магазине. Практически, ну, как бы люди были. Без такого, без ажиотажа. Возможно, это потому, что я поехала и вечером. Так что, если вы хотите закупиться, езжайте вечером, в будний день. Дальше я купила... Что это у меня? Сливочный сыр. Сливочный сыр. Это для канапешек. Вот, какие канапешки будут еще точно не знаю. Но сливочный сыр точно пригодится однозначно. Также купила вот такую вкусную вредность. Шпроты в масле. Крайне редко их ем. Но тоже хочу сделать какие-то канапешки. Может быть, с черным хлебом, с огурчиком. Это будет, думаю, очень вкусно. Еще купила ананасы. Кусочки ананасов. Скорее всего, сделаю салат оливье. А второй салат у меня, наверное, будет курица с ананасами. Вот. Ну, если вдруг я передумаю делать курицу с ананасами, можно в качестве десерта просто съесть ананасы. Также купила корнишончики маринованные. На оливьешечку. Куда же без них? Я делала оливье недавно. Вот. И мужа спрашивает, говорю, ну что, оливье снова опять готовит на Новый год? Да. На новогоднем столе обязательно должен быть салат оливье. Так что огурчики для салата куплены. Куплены. Так. Запасы кукурузы пополняю. Не знаю, крабовый салат я делать не собираюсь. Возможно, еще какой-то салат я найду с кукурузой. Ну, короче, просто купила запас. Купила лопатку мяса, в которой буду делать шашлык. Возможно, сделаю так. Сейчас от половиню замариную. Завтра приготовлю. Попробую. Если это вкусно, то докуплю еще мясо. И на новогодний стол приготовлю уже по новому рецепту шашлык. Купила, купила палку сырокопченой колбасы. Обожаю сырокопченую колбасу. Пахнет просто безумно. Купила с мелким жирком. Вот это на сырно-мясную тарелочку. Там годние пакеты. Подарки. Упаковать подарки. Купила мандарины. Не знаю, доживут ли они до новогодней ночи. Но мандарины куплены, это как бы отложить на Новый год. Не есть на Новый год. Купила тарталетки для икры. Вот такие вот маленькие. Прошлые тарталетки, которые я начиняла, они были типа большие, они были такие салатные. Вот решила попробовать маленькие. Кстати, тут удивительно все целенькие доехали. Надеюсь, что будет очень красиво и аппетитно в них выглядит икорка. Ну и самое главное, что я купила, собственно, там набор игрушек. Вот такие они. Серебряно-голубые. Сейчас пойдем с вами наряжать елочку. Все мои покупки вышли мне в 3310 рублей. Вот такой у меня новогодний стол. Что еще нужно докупить? Докупить? Даже, наверное, не знаю. В принципе, если больше ничего не докупать, что-то на новогоднем столе уже будет. И я уже могу быть спокойна. Ну а дальше пойдемте наряжать с вами елочку. Вот так елочка выглядит сейчас. Вот такая красавица у меня получилась. Итак, елочка наряжена. Можно и заканчивать этот влог. Увидимся с вами завтра. Всем пока! Монтаж видео проходит у нас коллективно. Да, Белка? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!